Три, два, один, ноль. Да, ребят, всем привет, всем привет, клипе. Как вы увидели, смотрите. Привет, бойцы, добро пожаловать. Мы будем это смотреть, да, ребят, зоной. В седьмой сезон. Ауткаст! Новое обновление во многом вдохновлено Project Z9. Оно наполнено от... Подождите. Новое оружие, брелок. Кейк, какой-то они напишут, новый нож и овен. Отсылками и пасхалками на первый сезон Standoff 2. И вы наверняка уже догадались, что в этом обновлении мы вернемся на Зону 9. И не простую, а переработанную. Карта стала куда более компактной, а значит перемещаться по ней вы сможете гораздо быстрее. Полностью изменились тайминги, а пути перехода из одной точки карты в другую стали гораздо проще. Пленты тоже подверглись большим изменениям, открывая широкий простор для новых тактик. Разумеется, мы обновили и текстуры Зоны 9. Так что теперь карта выглядит более стильно и современно. Подробнее об изменении Зоны 9. Зону 9 не удалили. 9 смотрите в нашем обзоре карты. А еще лучше, исследуйте локацию самостоятельно в игре. Обновленную карту попытаются захватить обновленные преступники. Полагаю, вы уже успели познакомиться с их историями в новых трейлерах. Трое изгоев открывают новую сюжетную линию в лоре Standoff 2. И эта история еще не окончена. Изгои врываются в игру вместе с новым вооружением. Встречайте, штурмовую винтовку ВАЛ. Она пополнит... А нефига себе какую-то треки выглядеть, смотри. А вот так немного видно. ...арсенал террористов и уравновесит баланс сил. Ведь теперь на каждой стороне будет доступно по 4 штурмовые винтовки. А по своим боевым параметрам ВАЛ во многом похож на М4. Скорее опробуйте его в игре. Разумеется, с новым оружием изменится и общий баланс вооружения в игре. В этот раз поменяются не только пушки, но и экономика раундов. Теперь вам будет проще отыграть преимущество после эко-раунда или череды поражений. Подробнее об изменениях баланса мы расскажем в следующем видео. Битвы за территорию выходят... А, теперь новые превью, да? Ну да, мы долго не меняли. Но мы это обязательно посмотрим. Ждите новый ролик, новые видео. Чем дольше ваша команда удерживает зону, тем больше очков она заработает. Но если противник зайдет на точку под вашим контролем, набор поинтов приостановится, пока вы не прогоните врага. А когда вся команда покидает зону, соперники могут захватить ее, просто войдя внутрь. Побеждает команда, которая первая наберет 100 очков. Количество киллов не важно, хотя без них не обойтись. Да, новый режим это, конечно, хорошо, но из-за него теперь уберут один из старых. Это еще... Без них не обойтись. Да. Да, новый режим это, конечно, хорошо. Да, ну. Подождите, ребят. Тут один из старых. Это еще почему? Ну так всегда было. Видимо, слишком мало места для всех режимов. Тогда следующая новость тебя точно порадует. Мы продолжаем улучшать интерфейс Standoff 2. В этом обновлении мы запустили новое окно выбора режима игры. Все режимы теперь разделены на три категории. Рейтинговые, обычные и специальные. Путаницы стало меньше, а места для новых режимов больше. Окно появится в тестовом режиме, поэтому поначалу не все игроки смогут его увидеть. Но как только мы... Так, ребят, перемотаем. Тут ничего не происходит. Все. Теперь, ребят, скачиваем. Теперь, ребят, скачиваем. Теперь вот скачиваем. Да, ребят, скачиваем. Без шуток, говорю. Я вам говорю без шуток. Без шуток, ребят, я вам говорю скачиваем. Без шуток, говорю вам скачиваем. Без шуток. Без шуток. Без шуток. И всем пока-пока.